Матес также отметил, что в этом году правительство выделило 25 миллионов гривен на противопожарную охрану складов в Калиновке. Теперь же миллионы пойдут на восстановление полностью разрушенных домов мирных жителей. Винницкий губернатор заявил о том, что 6 таких домов отстроят заново за счет государства. Он отметил, что режим чрезвычайной ситуации пока не отменен. Хотя, как говорят наши корреспонденты, люди все равно уже возвращаются домой. Еще вчера здесь было пусто, а по улицам бегали брошенные домашние животные. Но сегодня село оживает. Практически все дома разрушены либо взрывной волной, либо от попадания снарядов. Родителям Александра Ковальчука возвращаться уже некуда. Дом полностью сгорел. Они в чем были, вот так вот, собрались и поехали. Остались паспорты, все документы, заощаджения, которые были, вот это все тут осталось и сгорело взагалі. Официально жителям эвакуированных населенных пунктов разрешили возвращаться после трех часов дня. Сегодня уже мобилизована порядка более 150 людей, которые работают на разминувании. Больше того, мы уже подготовили все, что нужно для восстановления. То есть, фактически, только все зависит от физических обсяг, которые мы можем пораховать, восстановления. Но деньги есть, люди есть, все есть для того, чтобы заходить и восстановить нормальное житие в тих помещениях, которые были сруйнованы. Но большинство начали приезжать еще утром. Кто-то спешит накормить животных, а кто-то сразу начинает ремонт. Браться за домашние дела Николай Шуменский не спешит. На огороде мужчина обнаружил неприятный сюрприз. Ракеты для градов и ураганов. Вон хлопцы раскопают. Здесь хлопцы раскопают. Кротетик. Среди застрявший. С ним в парканике? Да, он на меже лишь с сусидом и мною. Едут в Павловку и волонтеры из всех областей. Везут теплые вещи, одеяло и еду. Почти все дома без окона, ведь температура даже днем не превышает 13 градусов. Сейчас холодно, похолодало. Людям без переночевать, где кто будет, нужно. И харчат. Это не на долго, это будет. Вся область, вся Украина помогает людям. На подходе и помощь со строительными материалами, говорит сельский голова. Вечером обещают привезти около 600 листов шифера. На компенсации пострадавшим Кабмин выделил 100 миллионов гривен. То есть люди сами купляют, замовляют векна, или векна, или скло, или склопакеты, или двери. Ну, зависит от того, что пострадало. А государство будет компенсировать им с этого фонда, который выделил. Со 2 октября в пострадавших селах должен начаться учебный процесс, сообщили в обл. администрации. Но вот куда идти детям в Павловке? Большой вопрос. В здании школы нет окон, частично обрушился и потолок. Тем временем спасатели продолжают бороться с огнем. Активно задействуют пожарную авиацию. Станислав Кухарчук, Сергей Музыка. Подробности телеканал Интер. Винницкая область.